кто уже так или иначе участвует или связан с компетенцией 39 сетевое системное администрирование. Меня зовут Горбачев Александр, я международный эксперт по данной компетенции. Сегодня мы совместно с новым менеджером компетенции Михаилом Фучко расскажем вам, какие изменения ждут компетенцию в ближайшем будущем. Начать бы хотелось, наверное, с обзора состояния компетенции на текущий момент. Как мы это видим именно сейчас. Что, в принципе, чем характерна конкурсная документация на текущий момент? Есть в ней определенные проблемы в связи с тем, что, в принципе, обычно конкурсное задание эмулирует не самую современную инфраструктуру. И при этом отсутствуют, в принципе, содержательные задачи по виртуализации. Есть еще одна проблема в том, что регламентом чемпионатов, в частности, компетенции не предусматривается доступ к справочным материалам, что, в принципе, я думаю, вся согласная не отражает действительности. Так как обычно, когда у нас появляется какая-то проблема или какая-то задача, мы первым делом идем в интернет смотреть, как эту задачу до нас пытались решить остальные. Также присутствует определенный уже устаревший стек технологий. До сих пор присутствуют задачи на Frame Relay, на PPP и прочее связанные с этим технологии. Технологии отличные были для своего времени, но, к сожалению, нам надо двигаться дальше и, соответственно, вводить, все-таки учить и вводить технологии, которые сейчас актуальны на рынке. Что касается в целом структуры конкурсного задания, она не менялась где-то примерно с 2017 года, с того момента, как мы пытались... Ну и, в принципе, у нас получилось сделать такое конкурсное задание, которое бы объективно охватывало достаточно много технических доменов. Она получилась как достаточно большая сложная лабораторная работа, но, к сожалению, этот формат устоялся. И новые форматы, к сожалению, не применялись уже достаточно давно. Соответственно, еще одна проблема в том, что такой формат задания, он переносится из цикла в цикл, из чемпионата в чемпионат, с учетом возможности его выполнения на определенных моделях оборудования, частично устаревших. В частности, я думаю, что те, кто так или иначе пытались собрать у себя задания, либо там региональные задания, либо задания для демонстрационных экзаменов, мы там встречали проблемы с межсетевыми экранами, так как задание было написано под одну модель в межсетевых экранах, когда эту линейку сняли с производства, у товарищей появлялись проблемы, как решить это конкурсное задание в рамках новой модели межсетевого экрана. Ну и это один из примеров на самом деле. То есть, в принципе, концептуально отсутствует возможность нормально инфраструктуру конкурсного задания заэмулировать, используя современные инструменты. Одна из проблем, что задание является достаточно объемным, и, в принципе, оно заведомо невыполнимо за отведенное время, которое, в общем-то, предусмотрели разработчики под решение этого задания. Ну и в целом, если обобщать, то такой формат конкурсного задания не предусматривает и не предполагает наличие у участников каких-либо когнитивных навыков, какого-либо системного подхода к решению поставленных задач. Что касается еще, в общем-то, проблем, которые есть на текущий момент, есть проблемы с инфралистом, где не учитываются возможности виртуализации инфраструктуры конкурсного задания, как мы с вами уже упоминали. Еще раз, модели оборудования, снятые с производства, очень часто фигурируют в инфраструктурном листе. Ну и, в принципе, такая инфраструктура под большие мероприятия не масштабируется. То есть, если вы хотите провести чемпионат, например, отборочный, человек на 50, при вот таком формате инфралиста это будет достаточно сложно как для и принимающей стороны, так и для команды экспертов. В общем, возникнут сложности в пусконаладке данного оборудования, большого количества данного оборудования. Если говорить, в принципе, про стандарты компетенции, описанные в рамках технического описания, то на текущий момент там, в принципе, нет актуальных трендов, которые сейчас у нас есть на рынке труда. И вот первую сессию в понедельник частично с вами обсуждали, что сейчас на рынке труда актуально. И, соответственно, текущее техописание пока что не предусматривает таких новых трендов. Соответственно, это все тоже мы планируем починить в какой-то момент. Ну и если коротко, обзорно говорить уж про изменения планируемые, то в рамках технического описания мы планируем пересобрать стандарты на основе актуальных требований, которые сейчас есть на рынке труда. Что касается конкурсного задания, в общем, изменить типовую структуру и актуализировать как форматы конкурсного задания, так и схему оценки для конкурсных заданий. В принципе, используя какие-то более или менее реалистичные рабочие сценарии. Ну и то, что касается инфраструктуры, хочется ввести практику использования современных платформ эмуляции, например, Cisco Modeling Labs. Для тех, кто инструкторы сетевой академии Cisco, первую неделю мая будет неделя профессионального развития инструкторов. И там в рамках одной сессии англоязычной я буду рассказывать как раз-таки подробно про Cisco Modeling Labs. Поэтому, если у вас будет время и желание, обязательно присоединяйтесь. Ну и еще одно желание большое – это ввести практику использования публичных облачных провайдеров для того, чтобы отказаться от капитальных расходов на загубку, логистику и, в общем-то, всего, что с этим связано. Чтобы такая инфраструктура могла масштабироваться на достаточно большие мероприятия, как и на чемпионатные, так и на демонстрационные экзамены. Вот как раз сейчас мы ведем наше вещание с площадки отборочного чемпионата в Санкт-Петербурге, где завершаем уже третий поток участников. И в целом у нас было более 50 участников, и как раз-таки инфраструктура конкурсного задания у нас полностью располагается в среде публичного облачного провайдера Microsoft Azure, и, в общем-то, время на пусконаладку и на оценку всего этого достаточно мал по сравнению с классическим подходом к организации таких мероприятий. Ну, если немножечко более подробно говорить про каждый из этих блоков, то, что касается спецификации стандартов, как она выглядит на текущий момент. Вот данная спецификация в техническом описании этот раздел называется WSSS. Как только на международном чемпионате в 2015 году, который проходил в Сан-Пауло, в Бразилии WorldSkills International ввел вообще понятие спецификации стандартов WorldSkills. Так вот, в тот же самый момент, ну, буквально там какое-то время спустя, данное техническое описание, значит, было переведено и со всеми потрохами скопировано в российскую рамку. Соответственно, все разделы WSSS, которые так или иначе сейчас присутствуют в техническом описании, они были, в общем-то, без какой-либо проработки скопированы в наше техническое описание в российской компетенции. При этом, вот вы можете видеть отмеченные крестиками целые блоки, которые, они номинально присутствуют в техничном описании, но по факту они не используются в конкурсном задании, потому что, ну, просто формат конкурсного задания концептуально не позволяет на текущий момент эти блоки как-то использовать. Ну, и, в принципе, данные блоки, наверное, уже не совсем отражают актуальность той, скажем так, спецификации стандартов, по которым мы должны работать и готовить наших специалистов, и соревновать их, и проверять их. Соответственно, если актуализировать текущую спецификацию, то получается примерно вот такая вот история, как вы видите сейчас на слайде. Блоков стало меньше, и в чем основная разница? Если предыдущие блоки, они частично описывали те работы, которые приходится выполнять специалистам, то здесь это как раз больше про домены знаний и умений. То есть здесь, в принципе, все, что касается soft skills вынесено в отдельный блок, не разделено на два, как было в предыдущем варианте. Остались технологии передачи данных. Три следующих блока, они немножко переделаны. То есть здесь у нас появился блок по платформам вычисления и хранения, то есть это все, что связано с виртуализацией, контейнеризацией. Появился блок по автоматизации инфраструктуры, достаточно важный, опять-таки, про который мы, в принципе, с вами говорили в понедельник. Для тех, кто не был на сессии в понедельник, будет доступна запись. И, в принципе, все остальные блоки по сервисам, они вынесены в блок сетевые системные операции. Поэтому здесь, в принципе, больших изменений нет. Если мы немножко разворачиваем данную актуальную спецификацию стандартов, у нас получается следующая раскладка по актуальным блокам навыков. То есть у нас есть так называемые hard skills и есть так называемые soft skills. Так вот, в рамках hard skills у нас четыре основных блока. Опять-таки, это все, что касается сетей передачи данных. Виртуализации и контейнеризации, инфраструктурных сервисов и автоматизации. То, что касается soft skills, здесь появляется большой блок как раз-таки про коммуникацию и взаимодействие. Все, что требуется от участников с точки зрения анализа каких-то либо проблем, либо требований и все, что связано с диагностикой, опять-таки, каких-то проблем. Большой блок по планированию и проектированию, потому что мы понимаем, что специалисты у нас сейчас должны все-таки понимать, как планировать не только свою деятельность, но и как спланировать свои действия, чтобы как-то представить это все заказчику. Ну, и то, что касается, очевидно, документирования и управления знаниями. Знаний стало сейчас у нас настолько много, что нужно ими сейчас уметь управлять. Как для организации своей собственной деятельности, так и для организации деятельности других, в том числе коллег, в том числе, которые работают с вами в одной команде. Это то, что касается у нас спецификации стандартов и актуальных блоков навыков. То, что касается подробнее конкурсного задания, формата конкурсного задания. То есть на текущий момент с каждым годом у конкурсного задания растет сложность, растет объем. И на некоторых чемпионатах, где приходилось видеть конкурсное задание, в частности на чемпионатах для корпоративных участников в рамках чемпионата хай-тек, объем конкурсного задания достигал 60 страниц. Что, в принципе, ну, скажем, мягко говоря, не очень правильно. То есть задание должно быть сформулировано достаточно четко, но при этом без фанатизма. Кроме этого, в текущем формате, как концепция, отсутствует некая конечная цель и логическая связанность в постановке задач. Ну, то есть опять, текущий формат, он больше про лабораторную работу. То есть просто эта лабораторная работа с каждым годом разрасталась и становилась все больше и больше. Соответственно, как от этой ситуации уйти? Значит, здесь у нас есть план, как актуализировать данную структуру. В первую очередь, это постановка бизнес-цели с некими понятными задачами и взаимосвязями между этими задачами. Конкурсное задание должно содержать не очень большой объем текста. То есть понятно, что это не обязательно полстраницы А4, но, значит, как минимум, точнее, не 60 страниц и не 30, и, может быть, даже где-то не 10, а меньше. Соответственно, здесь после прочтения участники должны четко представлять цель, которую им ставят, и четко понять задачи, которые нужно решить, чтобы этой цели достичь. Ну и один из важных, в том числе, критериев – это вариативность решения, потому что в текущем формате, даже если есть намек на вариативность, на самом деле, этой вариативности нет. Настоящие боевые задачи, конечно, мы знаем, что их можно решать большим количеством способов. Какие-то из них лучше, какие-то из них похуже, но тем не менее. И из этого вытекает в том числе актуализация типовой структуры схемы оценки. Соответственно, как можно более функциональная структура должна присутствовать в схеме оценки для того, чтобы эти результаты могли прозрачно и хорошо интегрироваться в Skills Passport. Для тех, кто не в курсе, это документ, который выдается студентам, в первую очередь, по результатам сдачи демонстрационного экзамена как государственной итоговой аттестации по той группе специальностей, которая входит в топ-50, если не ошибаюсь. Как можно больше использовать функциональную проверку, в том числе как часть актуализации структуры схемы оценки. И здесь еще один важный момент – это проектирование схемы оценки специализировано под автоматизированную или полностью автоматическую проверку. Мы уже дошли до момента, когда, в принципе, у нас есть все инструменты, чтобы данный процесс автоматизировать с достаточной степенью качества. Еще несколько слов про текущую модель конкурсного задания. То есть наверняка те, кто уже с нами давно, они уже выучили такие четыре блока. Так выглядит текущая типовая структура конкурсного задания. То есть это четыре модуля. Первый модуль – это отдельный модуль на все, что касается работы с операционными системами Linux. Второй модуль, соответственно, по операционным системам Windows. Третий модуль – по сетям. То есть традиционно это у нас тоже Cisco. Четвертый модуль, он обычно в рамках больших мероприятий – это поиск и устранение неисправностей, который сочетает в себе все три, скажем так, направления. Эта структура, она, скажем так, была изобретена достаточно давно, в 2009 году нашими коллегами из Канады. И она была сделана исключительно с целью того, чтобы сократить расходы на оборудование, которое было на площадке, естественно, сетевое оборудование, чтобы обеспечить ротацию участников между модулями. Соответственно, если у вас всего три модуля, в классике их было три, и вы обеспечиваете ротацию, то вам нужно как минимум в три раза меньше сетевого оборудования. Данная схема прижилась и по какой-то причине вросла корнями. Соответственно, сейчас имеем то, что имеем. И хотелось бы такую схему актуализировать, как минимум. И для этого есть очень большое количество вариантов того, как это можно сделать. То есть вот на данном слайде вы можете видеть, что у нас есть, в принципе, технологические домены, такие как сеть, виртуализация, автоматизация, различный поиск, discovery, какие-то сервисы, конвейеры, устранение неисправностей, все, что касается мониторинга. И у нас есть какие-то действия, которые мы можем с этими технологическими доменами делать в рамках бизнес-задач. То есть это либо что-то документировать, проектировать, что-то развертывать. То есть вот сейчас у нас как раз-таки все конкурсное задание в классике, оно строится на так называемом Greenfield Deployment. Это пусконаладка инфраструктуры с нуля. Вот данный формат, в принципе, не отменяется, никуда не девается, но он становится, в принципе, частью, скажем так, большой вариативности таких задач. Устранение неисправностей тоже хорошо знакомый формат, в принципе, всем, кто уже давно с нами. И можно каждый из этих технологических доменов автоматизировать. Соответственно, мы можем автоматизировать поиск устранения неисправностей, автоматизировать мониторинг, автоматизировать работу каких-то конвейеров или какой-то поиск. Соответственно, здесь понятно, что, скажем так, список не исчерпывающий, потому что место на слайде, оно конечное. Но главное, чтобы вы понимали идею, что у нас есть некоторые технологические блоки, у нас есть некоторые бизнес-задачи. Их можно комбинировать, в принципе, в любой последовательности. Это то, что касается изменения, планируемых изменений в структуре конкурсного задания. Ну и то, что касается инфраструктуры, вопросов с инфраструктурным листом. Здесь на слайде представлен пример как раз-таки системы эмуляции инфраструктуры Cisco Modeling Labs. И сейчас, в принципе, есть у него все инструменты, чтобы сократить расходы на физическое оборудование в рамках мероприятий. Соответственно, данный инструмент очень хорошо поддерживает как автоматизацию развертывания, так и различные модели доступа, автоматизацию проверки. В общем, отлично масштабируется на, в принципе, любые мероприятия, где необходима эмуляция именно сетевой инфраструктуры. Эта опция не единственная, так как у нас еще есть инфраструктура публичных облачных провайдеров, в частности. Здесь тоже на слайде представлен пример, как концептуально, в принципе, работает, скажем так, мероприятие с использованием инфраструктуры публичного облака для какого-либо чемпионата. И, в частности, как у нас это реализовано вот здесь, на нашем мероприятии сейчас. То есть у вас есть какое-то количество участников как переменная, у вас есть какой-то шаблон инфраструктуры для того или иного облачного провайдера или для любого облачного провайдера, если, допустим, он у вас работает в терапоруме. Соответственно, все, что вам нужно сделать, это в день D в час Ч запустить данный шаблон с запросом к облачному провайдеру о предоставлении такого-то количества ресурсов по данному шаблону для такого-то количества участников. Облачный провайдер вам эти ресурсы предоставляет, если у вас выполнены все необходимые требования, у вас есть аккаунт, у вас есть подписка, у вас достаточно квот. Соответственно, вы проводите мероприятие, какое бы это мероприятие ни было, либо чемпионат, либо демонстрационный экзамен. И таким же образом вы говорите облачному провайдеру, запустив обычно какой-нибудь скрипт, что мне ресурсы эти больше не нужны. Провайдер их удаляет на своей стороне, и в начале биллингового периода вы получаете счет за почасовое использование тех ресурсов, которые вам были необходимы для организации вашего мероприятия. Это то, что касается, в принципе, обзора, скажем так, изменений, планируемых с точки зрения нашего светлого будущего. И далее я бы хотел передать микрофон Михаилу Пучко, который скажет пару слов о вопросах подготовки участников. Так, сейчас я передам бразды правления Михаилу. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжим начатую Александром беседу уже в контексте непосредственно подготовки участников, потому что все, что мы делаем в рамках чемпионата WorldSkills, это делается и для участников, хотя и зачастую нас иногда критикуют, что мы строим компетенцию экспертами для экспертов. Давайте постараемся сделать чуть побольше для участников. Поскольку все основные факторы Александром были уже озвучены, нам сейчас нужно немного протрактовать их в контексте того, как изменится наша работа с участниками. Понятие пианист-биоробот, оно вам уже всем знакомо. То есть текущая структура задания хорошо подразумевает, хорошо позволяет готовить человека с абсолютно пустыми глазами, но полной кэш-памятью, способного вколотить 60-страничные задания, а после чего, я не знаю, обратиться за помощью к компетентным органам. Потому что эта ситуация абсолютно нездоровая, и эта ситуация, я просто перед началом, так сказать, создам некоторый контекст, она очень хорошо обнаруживается на следующей фразе. Как нам готовить к кишуту? Вот есть у нас модуль устранения неисправностей, как нам к нему готовить? Обратите внимание на постановку задачи. Она абсолютно центрируется вокруг средства измерения. По такой же логике человек, желающий похудеть, задает вопросы, как мне заставить весы показывать меньше килограмм и прочее. То есть ребенок, желающий побыстрее вырасти, спрашивает, как ему заставить линейку показывать большие числа. Это абсолютно неверный подход, и мы сейчас с вами кратко определимся с некоторыми деталями подготовки, которые будут особенно актуальны в нашем новом периоде, так сказать, развития. Первое изменение, и самое, наверное, фундаментальное, это текст конкурсного задания. Вообще, вы наверняка все, кто занимался подготовкой, проверкой, знаете, что у наших участников, наши компетенции очень глубокие, давние и горячие отношения с текстом, с буквами, с цифрами и так далее. Возможно, многие из вас застали ситуации, когда в рамках изменения на каком-нибудь, кажется, это был отборочный чемпионат, уже могу путать, в качестве изменения предлагалось заменить один статический адрес на DHCP и наоборот. То есть там, где мы требовали DHCP ввести статический адрес, там, где мы требовали статический адрес, выдать его средствами DHCP. Буквально процентов 30 участников продолжает делать то самое старое задание, то, которое они выучили. Они уже, многие из них пришли к ситуации, когда они задания просто не читают. Сейчас наше с вами конкурсное задание построено в форме рецепта. У нас есть некие точные до определенного уровня формулировки задания, которые, тем не менее, это важно, подразумевают некую квалификацию участника, то есть знаменитая «соль по вкусу варить до готовности» подразумевает, что наш участник знает, сколько соли – это вкусно, а готовность определяется следующими факторами. То есть мы обладаем точными формулировками, но до определенного предела. Также следует отметить, как грамотный читатель бы возразил, что рецепт содержит пункты, пронумерованные 1, 2, 3, 4, 5. В нашей с вами ситуации мы же эти пункты раскидали по заданию, но в целом любой опытный участник, а обычно это его эксперт, строит из этих пунктов четкую последовательность и уже отдает ее на выполнение. Этого мы тоже коснемся. Мы с вами очень сильно зависим от применения специальной лексики и идиом, несущих дополнительное содержание задания. То есть некоторые требования мы подчеркиваем именно с помощью каких-то словесных конструкций, такого птичьего языка, знакомого нам и участникам. Это тоже нам потребуется, возможно, выработать обновленный такой язык и следить за тем, чтобы наша компетенция говорила на одном языке. Подобный подход к конкурсному заданию подразумевает очень точную объективную оценку. Действительно, вот это, наверное, его плюс, то, что его формат лабораторной работы можно исследовать и уточнить в любом месте, детально, без споров, описать практически любой критерий и его проверить. То есть с точки зрения оценки он действительно достаточно удобен, если у вас бесконечное количество людей, у которых бесконечное количество времени. И они бесконечно согласны друг с другом. Мы с вами переходим на другой уровень вот этой вот кулинарной тематики. Мы принимаем заказ от клиента. То есть наше конкурсное задание будет представлять из себя законченный бизнес-запрос, который подразумевает выполнение нескольких задач на указанном уровне, так сказать, на указанном, указанного качества, так сказать. Мы должны научить наших участников обосновывать и конкретизировать решения на основе лучших практик. То есть, например, я буду периодически приводить такие очень бытовые, очень простенькие примеры из тех же лабораторок. Мы не будем считать нормальной практикой применение или выполнение запросов аутентификации по незашифрованному каналу. Но везде, где у нас есть что-то, почему идут пароли или запросы аутентификации, мы считаем, и мы должны согласиться друг с другом, что это должно быть зашифровано и прикрыто от внешнего вмешательства. Мы должны предоставить участнику и, соответственно, обучить его пользоваться и нести ответственность за это, свободу выбора решений. Наш условный воображаемый клиент хочет, чтобы некое, допустим, приложение приносило ему деньги. Наш участник должен эту ситуацию организовать, то есть, что называется, развернуть приложение с указанными характеристиками, обосновав свои выборы и применив лучшие практики. И, собственно, конкретные тактические решения, они ложатся на плечи участников. Здесь мы с вами переходим к тому, от чего мы достаточно давно бежали, достаточно долго мы от этого убегали, от большего простора для судейской оценки. Это действительно новый челлендж, новый вызов, который нашей компетенции предстоит переварить. Мы должны научиться оценивать в формате судейской оценки. Это будет сложно, потому что нам придется рассчитывать на свой и только свой экспертный корпус на тех же региональных чемпионатах. Но у нашей компетенции уже есть идеи, как это можно сделать. Я думаю, мы со временем внедрим это и ко всему этому придем. И нужно забывать, что когда-то мы начинали с того, что баллы на региональных чемпионатах располагались от нуля до трех, большинство модулей, большинство регионов модуль Linux не делало вообще. Сейчас это делает чуть, примерно, наверное, половина, проявляет какое-то нормальное внимание к модулям на базе Linux. То есть наша компетенция может многое, и мы, в принципе, с этим, наверное, справимся. Что касается рекомендаций, я бы уточнил в рамках вашей подготовки участников. Сразу же уточню. Здесь и далее я подразумеваю, что вы не делаете ставку на одного супермена, который вас спасет. Всегда делайте пул участников, всегда отбирайте лучшего, всегда смотрите, кем его можно заменить или кто на каких ситуациях показывает себя лучше. Не нужно делать ставку только на одного. Это изначально проигрышная стратегия. Я думаю, международный эксперт на отдельном мероприятии каком-нибудь мог бы объяснить вам, к чему это приводит и к каким тяжелым организационным решениям порой компетенцию подводят в связи со ставкой на одного человека. Поэтому всегда содержите команду, всегда работайте с командой. Избегайте концентрированного описания настроек при тренировках. Простой пример буквально из головы. Если вы требуете, что между пунктом А и пунктом Б должен быть установлен какой-нибудь туннель, объединяющий две приватные сети в одну, будет неплохо упомянуть где-нибудь в начале задания, в шапке, в заголовке, в обобщенных требованиях, которые никто не читает. Упомянуть, что все туннели должны применяться с технологиями в связке с настроенным и развернутым центром сертификации. То есть вы таким образом одним движением ограничиваете выбор участника только к туннелям на базе ТЛС. То есть вы заставляете его читать задания и строить более сложную концепцию зависимости между того, чего от него требуют. То есть требования должны быть размазаны. Избегайте пункта настройка в туннелях VPN, настройка DNS. Чем больше разнообразия, тем лучше. Таким образом, тот участник из вас, который сможет в голове собрать целостную картинку, будет интересовать вас гораздо больше. Традиционно в деталях должен скрываться дьявол. Хорошо написано задание, хорошо написано лабораторная работа. Если вы уже отошли от этапа начального обучения, от того момента, когда ваш участник впервые узнает, что такое ГРЭ-туннель и что такое OpenVPN. Опять же, привожу примитивнейшие примеры. Используйте детали для того, чтобы, например, создать иллюзию выбора. В учебных целях это очень полезно, чтобы продемонстрировать участнику, что иногда выбора нет. Он должен не обманываться на ложной иллюзии выбора, что якобы я могу сделать что угодно. Ну и простой и очень такой тривиальный, я бы даже сказал, деревянный пример. Адресация всегда должна быть неудобной и нелогичной. Хотя бы так мы приучим наших участников оперировать DNS именами, и для них перестанет это быть такой уж серьезной проблемой при выполнении более сложных заданий. Потому что любовь к применению IP-адресов и соответствующее снижение внимания к службам доменных имен, на которых обычно строится проверка, как вы знаете. Это нужно какими-то радикальными методами лечить. Чтобы лучше конкретизировать, с чем мы имеем дело, мы приведем вам пример реально существующей задачи из реального конкурсного задания. Я бы даже сказал, что это задание высокого уровня. Задание очень простое. Подразумевается, что у нас есть основной и подчиненный центры сертификации, и в самом начале задания указаны, какие должны быть сертификаты, если они вам где-то нужны. Обратите внимание на поля, которые изложены в требованиях. Страна, организация и командные. Поскольку у нас есть основной и подчиненный центр сертификации, один из них принадлежит нашему воображаемому интернет-провайдеру Globex, а другой принадлежит нашей воображаемой организации Skills39AG. То есть, в принципе, задание написано достаточно свободно, и разработчики задания, здесь мы их не можем критиковать, они вполне четко прояснили, что они хотят увидеть. Два из шести человека, выполнявших это задание, привели его вот к такому вот виду. То есть, как видите, чтение формулировок задания, обратите внимание на пункт организация, оно произведено до механического восприятия букв. То есть, слово «респективали» два из шести участников, не превратили слово «соответственно», и вот эту обобщенную запись, которую разработчик задания оставил для нашего удобства, они просто вколотили в сертификат. Это было бы как бы смешно, если бы это не было еще смешнее. Это то, с чем мы сейчас имеем дело. То есть, оба этих участника достаточно высокоуровневые, но мы низвели нашу компетенцию до механического восприятия текста. От этого нужно уходить. Впоследствии мы будем разъяснять экспертам компетенции о разработке новых стандартов задания, о том, как мы теперь хотим видеть задание. Вот подобных вещей нужно избегать, от этих вещей нужно отучать. Тот специалист, которого мы воспитываем, должен уметь когнитивно воспринимать текст, раскладывать его на какие-то структуры и сопоставлять их с реальностью, которую он наблюдает. Иначе таким образом мы никуда не уйдем. Следующий вопрос, который очень серьезно вытекает из изменения конкурсного задания, это планирование. Александр неоднократно упомянул понятие лабораторной работы. При том, что нужно отметить, на всякий случай, а то наша компетенция славится любовью к радикальным решениям. Лабораторная работа – это не отрицательно окрашенное слово. Это определенный специальный этап тренировки участника, роста специалиста, когда он еще не может принимать самостоятельные решения, поэтому тренировка его определенных навыков происходит с помощью заранее сформулированных лабораторных работ. Это нормально. Просто ненормально считать это тестом на то, насколько вы крутой специалист. Мы имеем четко детерминированную структуру задания. Она состоит из четких пунктов, комбинирование которых приводит нас к заданному результату. Обратите внимание на идею. Заданный результат существует в голове нашего разработчика. Разработчик разложил задачу, которую он видит у себя в голове, тот образ инфраструктуры, который он задумал, на четкие инструкции в стиле «Должен быть запущен сервер Engines, он должен иметь такие-то порты в качестве основных, он должен преобразовывать запросы с такими-то характеристиками» и так далее. То есть, видите, идея находится в голове некого третьего лица, который на площадке не присутствует. Иногда присутствует на крупных чемпионатах. Мы иногда допускаем минорные тактические выборы, которые, в общем-то, зачастую оказываются выбором без выбора. То есть, если мы, например, требуем, сказать требуем будет некорректно, мы предлагаем участнику обеспечить нам какой-либо доступ, скажем, к общему каталогу, к общей папке. Если мы сразу же скажем, что доступ нужно обеспечить с поддержкой данных аутентификации Active Directory, то его набор выборов очень сильно сужается. И большинство такой ситуации способных, скорее всего, выберут протокол SMB, протокол CIFS, потому что там интеграция с Active Directory очень удобная. То есть, де-факто, выбора мы ему не оставили. Интеграция NFS с Active Directory, именно с его LDAP составляющей, может быть нетривиальной для среднего задания. То есть, мы дали выбор, которого нет. Де-факто его нет. Суть нашей проверки в текущих условиях состоит в детальной проверке соответствия инфраструктуры заданию. То есть, мы очень объективно проверяем каждый пункт. NGINX прослушивает именно те два порта, которые задуманы? Да. Он проксирует именно с такими характеристиками, которые задуманы? Да. Он балансирует нагрузку именно два запроса к одному, три ко второму? Да. То есть, у нас сейчас такая очень детальная, объективная оценка, и у нас, в общем-то, нет простора для судейской оценки. Нам нечего оценивать. В идеале, если все наши участники очень умны, мы получим 8, 12, 20, 50 одинаковых стен. Они должны быть именно одинаковые, чтобы с них можно было, я не знаю, мерки с ними. Мы с вами пришли к новой концепции. Мы пришли к описанию бизнес-задачи. Теперь мы должны научиться формулировать, мы как разработчики конкурсного задания, об этом мы тоже с вами обсудим в ходе развития нашей компетенции. Должны формулировать бизнес-задачу, которая в идеале должна быть, наверное, привязана к какому-то бизнес-кейсу. Если у вас есть знакомый интегратор, компания девелоперская, даже маленькая, это абсолютно нормально, было бы здорово взять их кейс и преобразовать его в конкурсное задание. Это было бы просто прекрасно. Мы даем участнику почти полную свободу выбора при выполнении. Иногда мы все-таки можем ограничить его некоторыми вещами, то есть, ну, это абсолютно нормально. У нас может быть ситуация, когда наш разработчик программы, которую мы хотим развернуть и работать с ней, он заявляет, что вы знаете, мы ее тестировали, и она хорошо работает только на какой-нибудь long-term support версии операционной системы Ubuntu. Ставить ее на Windows будет немного некорректно. Но здесь мы испытываем некое ограничение. Тем не менее, вопросы хранения данных, среды запуска данного приложения, клиентов удаленного доступа, который мы будем использовать для конфигурирования данного приложения. Это все должно оставаться на выбор участника. Вы вольны это конкретизировать, но в целом вы должны научиться писать такое задание и научиться к нему готовить так, чтобы участник мог самостоятельно делать подобные выборы. Участник сам несет ответственность за свои решения, то есть, если он выбрал технологию, которая заведомо не соответствует или не дает ему выполнить, скажем так, три требования из тех десяти, что вы изложили при описании конкурсного задания, то это проблема участника. То есть, он должен уметь делать подобный выбор. Ну и, соответственно, в идеале мы должны прийти к очень серьезной функциональной проверке достижения бизнес-цели. Пример, приведу простой пример. Допустим, у нас есть написанное веб-приложение, какая-нибудь игра, например. Нам ее дали в виде контейнера Docker с инструкциями, как ее разворачивать, какие требования она принимает, и отлично. В идеале самой первой с началом проверки должно быть доступ по заданному доменному имени, которое было описано в конкурсном задании. Открылась ли наша веб-игра? Открылась. Отлично. Уже как бы можно начинать более детальную проверку. Чем более функциональной проверки вы будете выполнять, тем лучше. И, соответственно, вы должны к этому готовить. У нас очень серьезная проблема в компетенции с самоконтролем участников, поэтому функциональный самоконтроль должен стать основой по сути планирования своих действий. Участник должен постоянно перепроверять, что все работает именно так, как должно. Если сказано, что вам дано три сервера и при отказе одного из них веб-приложение должно восстановить свою работу не менее чем за х секунд, участник должен обязательно это проверить. У нас даже весьма титулованные участники отличаются тем, что конфигурируют весьма нетривиальные конструкции, повлекающие три, а иногда даже четыре различных службы, а потом передают их на проверку, не проверив, что они опечатались в пути к базе данных с аккаунтами. То есть на самом первом этапе все бы уже сломалось. То есть они посчитали успешным, что служба выкидывает некое приложение для ввода логина пароля, ввести логины паролем уже бы показалось излишним. Эта ситуация абсолютно неприемлемая, и мы должны с ней бороться. Планирование это наш очень важный этап, и как мы планировали раньше. По сути, раньше наш участник имитировал собой такую высокоуровневую версию утилиты DNF, также известной как утилиты YUM, утилиты APT и так далее. По сути, наш участник был пакетным менеджером. Он должен построить дерево технических, именно даже технических зависимостей, службы, технологии и так далее, выстроить адекватный план своих действий, сформировать оптимальную последовательность, что сначала я настрою адресацию, затем я настрою выход в интернет для доступа к пакетам, затем мне, наверное, лучше установить туннели для взаимодействия всех приватных сетей между собой, затем мне, наверное, лучше начать поднимать хранение, потому что у меня будут на этих каталогах храниться и зоны, и там, скажем, веб-страницы и так далее, и вот все прочее. Затем участник выполняет работу, промежуточно оценивая каждую конкретную технологию, и в конце проводит полную функциональную проверку и устранение неисправности. По опыту проведения чемпионатов мы знаем, что пункт номер 4 участникам обычно не очень нравится. Замечу, справедливости ради, что те финалы, на которых присутствовали участники с очень серьезно, так сказать, реализованным вот этим планом, это обычно были финалы с самыми, так сказать, внушительными победами. То есть у нас были такие участники, которые умели сказать себе «нет», не настраивать какую-то службу, если она не получилась, быстро соорудить обходное решение и затем полностью функционально проверить, что, возможно, проверяющие не заметят. То есть функционально все выглядит именно так, сервис доставляется именно так, как он должен. Такие участники у нас были, это вполне реализуемо. Сейчас мы переходим, делаем некий шаг назад, то есть шаг дальше. Теперь сначала нам придется визуализировать образ инфраструктурного решения, который удовлетворяет данным требованиям. То есть если нам сказали развернуть приложение с такими-то параметрами, что значит развернуть приложение? Оно нам дано, например, в виде виртуальной машины, File.OVA. Это значит, что мы должны реализовать среду виртуализации. Как она будет выглядеть? И подобное, подобное, подобное. Затем мы должны оценить, детально соблюдая баланс между лучшими практиками и отсутствием требований, минимальный набор технологий, которые нам необходимо реализовать и настроить, чтобы выполнить задание. Задание может не подразумевать, что необходимо реализовывать, опять же, пример такой простенький, HTTPS-соединение, но лучшие практики нам говорят, что любое HTTP-взаимодействие должно быть зашифровано. Если не сказано иное, заведомо, то есть это уже требование по умолчанию. От этого требования избавиться нельзя. Однако, если сказано, что контейнер просто должен где-то храниться и откуда-то запускаться, наверное, реализовывать Gluster-FS и распределять нагрузку на три хоста, даже если этого не требовалось, наверное, не нужно. То есть мы должны учить участника читать задания и понимать, что сделать, и очень важно, что не сделать в данной ситуации. Затем мы формируем технический облик решения и, по сути, в этот момент мы должны получить конкурсное задание старого образца с детально расписанными планами, что у нас должно быть где. Итак, нам нужно развернуть веб-приложение, значит, нам нужен веб-сервер. Он будет балансировать с такими-то, такими-то характеристиками. Де-факто наш участник теперь должен сам себе написать задание старого образца. И полностью задача сводится к предыдущей. Потом он строит из нее дерево технических зависимостей, формирует последовательность шагов, выполняет работу и функционально себя оценивает. Здесь можно заметить следующий этап. Я не зря упомянул, что у вас должно быть несколько участников, а еще и желательно несколько поколений. Двое одного поколения, двое другого. В таком случае у вас одни участники находятся на этапе, когда они выполняют лабораторные работы, а некоторые уже приходят к серьезному планированию и принятию решений. Таким образом, у вас получается весьма интересный пайплайн. Вы можете сформулировать задание нового типа в виде бизнес-требований, передать его взрослому участнику, так сказать. Он должен превратить его в лабораторную работу старого образца. Он должен все задокументировать, как будет выглядеть то решение, которое он себе представил. Более того, он должен его задокументировать так, чтобы оно было внутренне непротиворечивым и нелогичным. После этого получившуюся лабораторную работу передать на выполнение молодому. Таким образом, молодой участник может в конце концов зарепортить, сколько он видит нестыковок и непоняток заданий. Это будет означать, что у вашего участника, взрослого, есть огрехи в планировании. Если вы получите участника, способного выстроить детальное, так сказать, задание у себя в голове, используя только лист бумаги, грубо говоря, интернет для получения информации и просто в текстовике записать себе полную последовательность действий, значит, ваш участник представляет, что нужно сделать. Он научился представлять, к чему ему нужно прийти. То есть у него осталось уже шагов гораздо меньше к победе. Третий вопрос – устранение неисправностей. Это достаточно качественный интегральный показатель, это именно интегральный показатель навыков, умений и знаний конкурсанта. Он именно этим и хорош, что он позволяет акцентировать внимание на их всех. Это именно комбинация опыта и, соответственно, знаний и умений, и, соответственно, это достаточно интересный, неожиданный зачастую формат задания. Но в целом, можно сказать, по опыту, сильные участники хорошо делают тишут, слабые участники плохо делают тишут. То есть в целом он не врет, ложных срабатываний обычно не дает. Сразу же, вернее, как сразу же, сразу же после возникновения такого модуля посыпались вопросы, как нам готовить тишут. Как я уже сказал, не нужно готовить тишут, нужно использовать его как объективный критерий оценки, так сказать, успешности вашего участника. Это очень хороший критерий, не единственный, но он просто прекрасный. Соответственно, не нужно специально натаскивать вашего участника на работу с тишут. Если участник самостоятельно реализовывает технологии, ищет решения, сам формирует их, сам разворачивает и сам себя проверяет, его навык тишут растет естественным способом. То есть ваша задача использовать тишут именно как критерий, как ту самую линейку, с помощью которой вы оцениваете рост своих участников. По поводу тишут, есть такое интересное заблуждение, что тишут это соревнование для подмастерий. То есть вы администрируете, например, в своем колледже, в своей организации сеть, у вас есть студент, который у вас на подхвате, он у вас целыми днями что-то ковыряет, у вас что-то разваливается, вы что-то чините, якобы из-за этого он будет великолепным тишутером. Покажу достаточно интересный, занятный, реальный эксперимент ситуации, в которой это не сработало и уделять внимание исключительно бытовым навыкам подмастерия все-таки не стоит. На экране вы можете прочитать тикет, посвященный работе SSH, посвященный работе SSH, и здесь необходимо отметить тонкость, поскольку не все у нас тут линуксоиды, а если линуксоиды еще и молодые, то подсистему TCP wrappers они уже могли не достать. TCP wrappers это такая система контроля доступа на основе устаревших подходов, возможно, вы видели где-то на линуксе файлы hosts allow и hosts deny. Вот это артефакты той самой подсистемы TCP wrappers, она призвана устаревшей, ее выпиливают интенсивно отовсюду. Зачем был создан такой тикет? Существование этой подсистемы никем не скрывается. Она есть в соответствующих сертификациях, она есть в соответствующих на тот момент проведения того тишута курсах, она есть в соответствующей документации. Везде упомянуто как legacy, не нужно на нее ничего делать, потому что тот, кто вас сменит, может про нее забыть. Соответственно, это была простая проверка знаний. Подмастерье с большим, огромным, я бы даже сказал, превосходящим мой на тот момент практическим опытом отметил данный тикет как решенный на через час и 45 минут выполнения модуля тишут. То есть он прорешал все остальные модули либо понял, что они нерешаемы и усиленно по моему наблюдениям примерно 50 минут он посвятил этому тикету. Он выкручивал журналирование на какие-то неведомые никому до доселе уровни. И он именно из анализа журналов смог понять, что существует некая сущность, которая только что вернула запрет. Анализ этой сущности и дальнейшее выкручивание логов привело его к файлу host.deny и он там уже нашел заветную строчку, которую он смог легко проинтерпретировать как deny all или deny root что-то в этом роде. Кодовое имя участника ботаник у него было очень мало практической подготовки исходя из рассказов товарищей бывших в колледже, где занимались подготовкой данного товарища. Там с инфраструктурой все очень плохо, то есть возможно, что и у его тренеров все было не очень хорошо с практическими навыками, но он был прекрасно подготовлен теоретически. Соответственно, буквально за 4 минуты данный персонаж просто перебрал ход запроса СССР, он просто знал все те подсистемы, с которыми СССР взаимодействует в ходе своей работы. Обнаружил строчку deny all, удалил ее и все заработал. Отсюда мы приходим к выводу. Подмастерье хорошо натачивается на те баги, которые возникают в ходе ежедневной эксплуатации и человеческим фактором. То есть, грубо говоря, он хорошо заточен на случайные и естественные ошибки людей. Тишут пишут специально. Никто не ждет, пока тишут накопится сам. Тишут в том числе может иметь определенные целевые показатели. Соответственно, здесь если вы сделаете ставку на подмастерье, его могут просто проверить, знает ли он о существовании подобных вещей. А из-за того, что он целыми днями настраивал делинки, прикручивал к старой, единственной на весь колледж циске мониторингу, он может просто не знать про существование каких-то специальных режимов, например, как NFS вообще аутентифицируется, если вам нужно аутентифицировать NFS клиента. Он того может просто не знать. То есть, не нужно тишут превращать просто в фестиваль именно здесь уже в кавычках рабочие профессии, где у нас будут обмотаны витой парой люди пытаться вспомнить, как они делали подобные вещи в своем колледже. То есть, пожалуйста, не нужно к тишуту готовиться специально, используйте тишут время от времени для оценки прогресса ваших участников. На этом наше выступление с Александром подходит к концу. Здесь на экране вы можете видеть некоторые полезные ссылки, я их немного прокомментирую. Мы завели отдельный канал менеджера компетенций, который будет содержать актуальную документацию. И что очень важно, мы намерены разработать небольшой пакет документации, так сказать, второго порядка, рекомендации по разработке задания, рекомендации по его проверке и, скорее всего, даже какие-нибудь часто задаваемые вопросы будут располагаться там. Для удобства, пожалуйста, подпишитесь на данный канал, я думаю, вам будет интересно. Здесь также содержатся ссылки на GitHub по интересным проектам по компетенции Александра Павловича Горбачева и интересные сессии про компетенцию YouTube, я так понимаю, это выступления Александра Павловича на различных платформах. Они не тыкаются, но мы, наверное, их продублируем в чат по завершению нашего этого, по завершению выступления. То есть мы их сейчас продублируем. То есть, пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Видео с участием Александра очень интересное на тему того, как тот самый, как говорят у нас в компетенции Киберпанк, будет строиться и к чему мы должны в итоге прийти. Сейчас нам, в том числе, в течение полугода, я думаю, было бы здорово сделать это до финала, нужно определить образ нашего светлого будущего. То есть, к чему мы детально хотим прийти, а потом сформировать идею и последовательность шагов, как туда идти. Ну и, соответственно, полезные контакты. Контакты Александра, мои контакты различные. Контакты в социальных сетях и в мессенджере Телеграм. С вопросами, я думаю, можете обращаться. Мы как бы компетенцию намерены вывести на новый уровень, а значит, мы должны вывести на новый уровень по сути всех и каждого. Мы должны все вместе прийти к нашему новому, будущему, готовить наших участников по новым технологиям, наиболее актуальным на данном этапе развития нашей компетенции и в целом отрасли. На этом у меня все. Я передаю микрофон. Давай. Так, коллеги, я в пару завершающих ремарок. Во-первых, всем спасибо, кто пришел. Сейчас мы, наверное, продублируем в чат наши ссылочки и наши контакты. Пока я это пытаюсь сделать. Никита, пожалуйста, посмотри в Q&A, есть ли там какие-нибудь вопросы, на которые нужно ответить. Да, коллеги, я также обращу внимание на то, что я скинул ссылку на опрос по содержанию сессии. Если вы участвуете в конкурсе, то обязательно его пройдите. Есть вопросы в Q&A. Первый вопрос по ДЭ. Когда будет изменено задание и изменен ли ИЛ? Следующий год через год. Смотрите, значит, то, что касается конкурсной документации. На следующий финал национального чемпионата, который будет у нас уже в июле в Башкортостане, там уже будет как бы обновленная конкурсная документация, включающая в себе обновленное техническое описание, обновленный инфраструктурный лист. Задание будет тоже сделано по новому формату и оно будет секретное. Соответственно, дальше уже вот эта документация, она будет в каком-то смысле эталонной и уже как бы, скажем так, будет немножечко не разлетаться. В общем, ее можно будет использовать как референсную. Михаил может еще пару слов сказать. по поводу разработки конкурсной документации, если вас интересует именно разработка для региональных чемпионатов и так далее, мы проведем серию вебинаров, где мы постараемся совместно разработать пару тест-проектов, так сказать, и убедиться, что мы унифицировали понимание того, как это должно выглядеть. То есть, вы не остаетесь один на один с этим новым форматом, у нас запланированы регулярные встречи и регулярная связь по поводу разработки конкурсной документации, всем все объясним и, надеюсь, все как бы все поймут и все будет нормально. То есть, не нужно думать, что вам нужно будет работать исключительно в одиночку с этим, то есть, мы намерены это сделать делом таким более коллективным и регулярно разъяснять ошибки и регулярно разбирать какие-то популярные кейсы. Надеюсь, ответили на наш вопрос. Да, я тоже надеюсь. Прекомендуйте стать технологией в самом общем виде для изучения. Стэк технологии в самом общем виде для изучения. Я думаю, что когда появится конкурсная документация уже на финал, можно будет зайти, посмотреть техническое описание и как раз таки в разделе в ССС обновленном в спецификации стандартов вот про те домены знаний, которые мы говорили, там они будут подробно расписаны в принципе. И можно будет уже как бы посмотреть и начинать что-то на эту тему изучать. Ну, опять стоит отметить, что к каждому конкретному конкурсному заданию понятно, что в каждое задание нельзя уложить полностью всю спецификацию стандартов. Соответственно, как это будет у нас происходить в рамках финала, когда будет понимание примерно по формату, определенность по формату конкурсного задания, вот по тому домену знаний из технического описания будут выбраны, скажем так, конкретные направления. И за какой-то определенный промежуток времени тем участникам, которые будут принимать участие в финале, будет выслан, вот условно говоря, шорт-лист технологий как раз таки вот в общем с общим описанием стека, к чему особенно хорошо было бы подготовиться, как мы, например, сделали перед отборочным чемпионатом. Поэтому, скажем так, область доменов знаний, она достаточно широкая, ну, в общем, по компетенции сейчас, на текущий момент. Шорт-лист по именно технологиям, он будет появляться вот в рамках, точнее, перед конкретным чемпионатом. Вот. Сейчас какого-то шорт-листа такого прямо его пока что нет. И, коллеги, контакты продублировал, контакты и ссылки продублировал в чат, кому нужно посмотреть. Спасибо. Также спрашивают, предполагает ли новый формат использования справочных материалов или интернет? да, вот как раз таки сейчас у нас идет отборочный чемпионат, на котором у нас всего один модуль, это поиск и устранение исправностей, и в рамках выполнения данного задания у участников есть возможность использовать интернет в справочных целях. Понятно, что там есть ограничения организационные, что нельзя нарушать персподенциальные задания, нельзя общаться с живыми людьми в интернете, то есть интернет можно использовать в полном объеме для получения справочной информации. Региональный цикл 21-22 по 39 компетенции и ДЭ-22 будут уже по новому формату или точной информации пока нет? Ну, смотрите, все, что касается перехода формата в регионы, демонстрационные экзамены, сейчас, я думаю, что мы проведем финал и мы будем потихонечку помогать регионам переходить на новый формат и для проведения региональных чемпионатов и для демонстрационных экзаменов, причем с демонстрационными экзаменами, я насколько понимаю, там сейчас история в том, что они начинаются уже боевые, да, то есть там уже нет опции не сдавать демонстрационные экзамены и вот по, скажем так, тому описанию, которое есть на текущий момент, они, скорее всего, будут очень плохо масштабироваться, соответственно, там нужно будет тоже принимать какие-то технические организационные решения, чтобы этот процесс активизировать и технически, и организационно, потому что, ну, как бы, я думаю, что сейчас народ столкнется с большими сложностями при проведении, поэтому, да, конечно, приоритетно это направление тоже починить, ну, и, соответственно, для регионов тоже в их интересах начинать готовиться по новому формату, естественно, будем помогать, давать рекомендации, проводить лабинары, чтобы у всех все на местах получалось. Еще один вопрос. В какую примерно сумму выльется аренда облачной инфраструктуры, к примеру, для проведения демонстрационного экзамена на 25 человек? Ой, ну, знаете, такие вопросы, это, конечно, сложно вот прямо сейчас взять и посчитать. Давайте так. Вот сейчас у нас идет отборочный чемпионат в рамках облачной инфраструктуры Microsoft Azure, и в каждый заезд у нас плюс-минус 18 участников. И вот на ту конкретную инфраструктуру поиска и устранения неисправности, которая включает в себя порядка шести виртуальных машин, там есть, понятно, еще как бы ресурсы, привязанные к этим виртуальным машинам. Четыре часа выполнения конкурсного задания плюс порядка полутора часов проверка в общем всего занимает вот в день такого такая инфраструктура с такими таймингами таких размеров стоит порядка 140 фунтов. Вот. Если как бы это поможет вам произвести какие-то расчеты, но опять это все очень индивидуально, это зависит от облачного провайдера, это зависит от инфраструктуры конкурсного задания, это зависит от того, сколько времени будет у вас выполняться конкурсное задание и насколько хорошо у вас автоматизирована проверка, автоматизировано ли у вас развертывание этой инфраструктуры, то есть как бы действует у вас лаг по времени или вам нужно развертывать ее заранее, то есть как бы чем, ну, в общем можно придерживаться следующего правила, чем больше ресурсов и чем дольше вы держите их на платформе облачного провайдера, тем больше вам выставят как бы счет в конце. Соответственно, все, что, все навыки необходимы для уменьшения стоимости, это автоматизация развертывания и автоматизация проверки, вот, насколько это возможно. Соответственно, чем у вас больше автоматизировано, тем меньше времени вы занимаете на платформе облачного провайдера, тем меньше он вам выставит счет. Я думаю, я задам последний вопрос, потому что у нас есть все-таки ограничения по времени. Возможно ли смешанная топология на новых заданиях? Отдельно циско-оборудование было раньше? Вообще, говоря, у нас тот формат, который есть сейчас, классический, когда отдельно Linux, когда отдельно Windows, когда отдельно циско, но мы же все понимаем, что в реальности не существует таких инфраструктур, и это было сделано, как я уже говорил, исключительно с целью оптимизации расходов в 2009 году, когда, в общем-то, у организаторов было достаточно не просто с деньгами и нужно было покупать очень много оборудования для проведения международного чемпионата. Это единственная причина, по которой этот формат появился и по какой-то причине он до сих пор живет. Понятно, что инфраструктуры должны быть конвергентными. И в среде облачного провайдера любого есть возможность такую инфраструктуру сделать. Пожалуйста, если у коллег остались вопросы, то вы можете воспользоваться, насколько я понимаю, контактами, если что, выйти на связь. Огромное спасибо Александру и Михаилу за такое ценное, мне кажется, выступление. На этом все. Спасибо всем. И следующая сессия у нас начинается в 13.00. Огромное спасибо еще раз Александру и Михаилу. Всего доброго и до свидания. Все, всем счастливо. Спасибо большое. Спасибо.